Начинается долгожданный сезон отпусков и в этом видео мы поговорим про лучшие карты, которые стоит взять с собой в отпуск. Это будут как дебетовые, так и кредитные, ведь отдыхая мы не только хотим получить эмоции и удовольствие, а еще и приятную выгоду. Поэтому смотрите видео внимательно, чтобы не упустить очень важную информацию. Кредитная UnionPay Госпромбанка – это карта, которая выпускается абсолютно бесплатно, оформив ее по ссылке в описании, вам дают год бесплатного обслуживания, также предоставляется возможность расплачиваться как в России, так и за рубежом. Принимается в 150 странах мира, карта с кредитным лимитом до 1 миллиона рублей и беспроцентным периодом в 180 дней. Выпускается карта в среднем 1-2 дня и доставит вам ее бесплатной курьерской доставкой прямо к дому, есть кэшбэк до 20% на супермаркеты. Льготный период 180 дней на все покупки. С карты можно снимать также наличные за рубежом, причем даже в местной валюте, оплата в магазинах и ресторанах проходит практически везде. Платежная система UnionPay особенно развита в азиатском регионе, поэтому она отлично подойдет для поездки в Таиланд, Вьетнам, Бали и другие популярные курортные заграничные места. А подробный обзор про данную кредитную карту вы можете глянуть по подсказке в правом верхнем углу. А вот как раз кредитная карточка Тинькофф отлично подойдет для путешествий внутри России, в отличие от нашего прошлого гостя. Карта All Airlines одна из популярных у банка Тинькофф для использования, потому что стандартный размер кэшбэка за покупки на карту милями у нее 2%, хорошие условия, потенциально неплохие деньги получить можно при частых покупках. Не любая карта так может, обычно получать 1% уже норма для карт. Дебетовая с этой программой меньше дает процента за покупки. Оформить карту крайне рекомендуем по ссылке в описании под видео, так как вы не попадете на мошенников и оформите карту гораздо выгоднее, чем предлагает банк напрямую. Давайте поговорим конкретно, как устроена эта карта, без воды. Начисление миль за повседневные покупки 2% от стоимости, но в реальности гораздо больше за счет специальных предложений от партнеров банка. Конвертация. Одна миля равна 1 рубль. Если вы купили билет стоимостью от 6000 рублей в Тинькофф путешествиях, его можно компенсировать милями по курсу 1 к 1. В остальных случаях бонусы списывают с шагом 3000 миль. Например, если билет стоит 8500 рублей, на его покупку уйдет 9000 миль. Грейс период, то есть срок, в течение которого можно пользоваться деньгами банка бесплатно, составляет 55 дней. По некоторым покупкам до 12 месяцев, в том числе за авиабилеты и экскурсии. Чтобы не платить после истечения срока, важно перевести потраченное на кредитный счет до окончания грейс периода. Обслуживание карты стоит 1890 рублей в год. После активации сумма списывается после первой оплаты. Кредитный лимит до 1 миллиона рублей. Его одобряют индивидуально, исходя из данных каждого клиента. У меня лимит меньше 200 тысяч рублей, у моего друга 100 тысяч рублей. Увеличивать свой лимит я не хочу, потому что больше не трачу. Очень частая сейчас проблема при поездке в отпуск, это окончание денежных средств. Согласитесь, не очень приятное ощущение. И вот совсем недавно я открыл для себя возможность взять заем онлайн до 62 дней. К тому же первый заем мне достался полностью бесплатно. Вот я взял 30 тысяч рублей, приехал после отпуска, и немного заработав, я отдал эти же 30 тысяч рублей без процентов. А как сделать так же, я оставлю ссылочку на данную организацию в описании, и кстати, оформив по этой ссылке, для вас заем будет также бесплатен, а одобрят вам его менее чем за 10 минут, а мы идем дальше. Дебетовая карточка – отличный выбор для тех, кто не хочет использовать кредитные средства, но также получить огромную выгоду от своих путешествий за границей и по России. Если открыть неименную карту UnionPay по ссылке в описании до 31 октября 2024 года и 3 месяца подряд оплачивать карты покупки на сумму от 10 тысяч рублей в месяц или поддерживать остаток на карте от 10 тысяч рублей первые 90 дней, банк начислит бонус. Предложение актуально для клиентов, не имеющих карт UnionPay Газпромбанка. Банк начислит вознаграждение до 20 рабочего дня следующего месяца после выполнения условий. Таким образом, если в период акции открыть карту и активно расплачиваться и за покупки или хранить на ней от 10 тысяч рублей, можно вернуть уплаченную за выпуск комиссию. С учетом бонуса предложения Газпромбанка сейчас одно их самых выгодных на рынке, другие банки обычно берут комиссию и за выпуск, и за ежегодное обслуживание карточки UnionPay. Кэшбэк по карте составляет до 3% бонусами и до 10 миль. В остальном же это та же кредитная карта по преимуществам, но банку платить не надо и пользуетесь вы исключительно своими средствами. А на этом у меня все, надеюсь ваш отпуск станет гораздо приятнее и более выгодным с этими картами. Спасибо, что досмотрели до этого момента, рекомендуем посмотреть также эти два всплывших видео. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!